ДВХАП.РУ Но уже на протяжении, наверное, 10 лет сами ребята подтолкнули на такую форму заседания штаба, чтобы это заседание проходило в творческой форме, в форме игры, в форме диспута, в форме каких-нибудь дебатов. Почему мы каждый раз меняем формы работы с детьми. И поэтому, если Людмила Кеоргиевна сказала, что вы будете там, надо песенку спеть или стихотворение рассказать, это на ваше усмотрение. Вы просто должны правильно и грамотно представить отчет, ну ребенок должен представить отчет на заседание штаба, чтобы все присутствующие поняли, чем они занимаются, чем занимается ваша отряд. Дальше. Второй вопрос. Трудовую деятельность. Естественно, вы все замечательно трудите. Все на 5. Поэтому, такого даже ни у кого мыслив нет, что кто-то на 3 работает баллы, кто-то на 5 баллов, все выполняют социальный заказ. Каждый отряд получил заседание. Кто-то работает с ветеранами, кто-то санитарную очистку территории, кто-то проводит экскурсии. У всех разные. И мы не можем определить, кто из вас лучше. Поэтому было принято такое, единственное решение, что вы все работаете на 5. Я думаю, что никто не подводит. И когда у нас проходит панорама, панорама трудовых дел, вот эту графу всем, ну штабисты, проставляют индивальную оценку. А вот участие во всех мероприятиях, во всех там делах, которые планирует штаб, ну здесь приходится бороться. Поэтому мы с вами ничего не изменим. Мы поднимали этот вопрос, что по законодательству, что это вот мы в договорах не прописываем, что они 2,5 часа работают, да? По законодательству они там, мы ничего с вами не нарушаем, потому что мы с вами работаем по гражданско-правовому договору. Выполнил работу? Молодец! За это вы получите вознаграждение. То есть те денежки, которые у нас получают деньги. Дети это не зарплата, а вознаграждение. И поднимали этот вопрос, он говорит, ну мы же с вами все педагоги, мы занимаемся воспитанием детей. И наши дети в Центральном районе, это я вам говорю, 100 на 100 процентов, они больше занимаются именно досуговой деятельностью. Им нравится общаться, им нравится принимать участие во всех мероприятиях. А работа идет в приложении. Потому что у нас, если честно, рука на сердце положить, много ли у вас партнеров, которые нуждаются в вознаграждении? Естественно, нет. Поэтому здесь, пожалуйста, давайте мы друг друга будем понимать и так же работать с родителями, объяснять родителям. И я думаю, что вы все понятливые народы у нас, и всегда мы друг друга понимаем, мы работаем в единой упряжке. И сегодня мы сильно загружены, завтра медведение будет загружено. Понимаете? Пойдет целый день дождь, чтобы вы собирать территорию? Нет, вы будете, естественно, заниматься творческой деятельностью. А может быть, все равно. У вас вообще самый интересный, самый благородный вид деятельности. Вы общаетесь с старшим поколением. А потом, что вы думаете, что нам было? Набираетесь опыта. Учите взрослых людей тому, чего они не имеют. А потом посмотрите, за работу, за свою, за то, что они делают город чистым, помогают ветеранам, освоят компьютерную технику. Они получают 2 900. А руководители за это не получают. Они получают зарплату обыкновенную. Вы же не в отпусках. Вы получите за воспитательную работу. 4 тысячи рублей. А мы, Татьяна Николаевна, с вами ничего не получаем.